Мессианство и Мессии Севрита слово «мессия» переводится на русский язык как «посланник». При переводе религиозных текстов севрита на греческий это слово «мессия» было переведено еще в древности как «христос», что на греческом языке также имеет значение «посланник». Отсюда и новое имя, под которым весь мир знает личность, Иешуа бен Йосефа по Евангелиям, Иисуса Христа. Понятия «бен Йосеф» и «бен Давид», неоднократно встречающиеся в Танахе и Талмуде, ясно свидетельствуют о том, что они относятся к двум личностям — сыну Иосифа и сыну Давида, и везде подчеркнут различия между ними. Далее мы разберем по пророческим текстам понятия «мессия бен Йосеф» и «мессия бен Давид», но вначале несколько слов о мессианстве в целом. В пророческих текстах Библии имеется очень много мест, посвященных приходу Мессии в Израиль и благословению всего человечества в связи с этим явлением свыше. Но ведь Моисей тоже был посланником Творца к Израилю и имел свою миссию — вывести еврейский народ из Египта обратно в страну обета и передать народу Библию для Израиля и для всего человечества. И Иисус Новин имел свою миссию свыше и для нее был наделен сверхсилами, давшими ему возможность освобождения обетованной земли для израильтян. В древнеиндусских текстах Вет и Упанишат в эпосе Махабхарата также говорится о мессии, который должен прийти к человечеству. Там он назван Матрейя, что также означает «посланник». И Кришна говорит о его приходе как спасителя всего человечества. В священных текстах древних индейцев Центральной и Северной Америки, например, в сказаниях о Гаевате, также говорится об ожидании посланца небес, который придет с востока и будет не индейцем, а белокожим. Эти индейские племена являются, как мы уже знаем, деградировавшими остатками Атлантиды. Такие же древние сказания о мессии, посланцы свыше, известны из религиозных сказаний аборигенов Полинезии и Австралии. А мы знаем, что эти племена являются вырождающимися потомками еще более древней расы лемурианцев. Таким образом, мы видим, что пророчества о мессианских временах, о мессиях известны были еще со времена Лемурии и Атлантиды. Но нигде в пророчествах и сказаниях о грядущем мессии не говорится, как о воплощении божества в физическом теле. И это понятно, потому что пророчества и вдохновенные мифы древности были на эзотерическом уровне понимания личности посланника. Он мог воплотиться на земле именно потому, что имел еще связь с материей. Он мог выполнить роль посланника небес, потому что неизмеримо опередил человечество в своем духовном развитии, но был еще связан с человечеством. Лишь тот, кто на своем опыте познал, что такое возвышение материи до стадии духа, может потом отдать себя для служения человечеству или обратить свои громадные духовные силы на искупление человечества. Ведь вмешательство логосов или иных иерархов из духовных миров на уровне непосредственного участия в судьбах человечества невозможно. Они не могут понизить свои вибрации до человеческого уровня. Лишь позднее христианство обожествило Мессию в своем стремлении отделиться от своего ствола в кавычках иудаизма и иметь кавычки своего Бога кавычки. Как мы знаем, примерно 300 лет после смерти Иисуса еще шли в христианстве споры о том, принадлежит ли Иисус к роду человеческому или он, кавычки, воплотившийся Бог, кавычки. И точка зрения о человеческой сущности Иисуса была признана официальной церковью еретической. Говоря о посланцах к человечеству, мы должны помнить и то, что в каждой манвантаре в периоде развития людей на земле есть свой водитель, что в помощь развивающемуся человечеству постоянно работают посредники между миром Духа и нами, сотрудники Белого Братства, бесконечно более продвинутые, живущие вне физического тела, но все же человеческие сущности. Малочитающие Библию часто считают, что о Белом Братстве говорят лишь теософы или индуисты. Но вот что говорит, например, пророк Даниил о, кавычки, «богах, которых обитание не с плотью», кавычки. Даниил 2.11. «По велениям бодрствующих это определено» 4.14. «Это о судьбе Навуха Доносора, и далее при явном явлении ему посланца, но не ангела. Даниил рассказывает, «но вот некто по виду похожий на сынов человеческих коснулся уст моих» 10.16. И далее, опять об этом же посланце, укреплявшем его и сообщавшем ему пророческие сведения. «Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня» 10.18. Как видим, у наших пророков были встречи не только с ангелами и архангелами, но, очевидно, и с посланцами Белого Братства. Нельзя не упомянуть, что к отдельным группам человечества посылались необходимые им национальные духовные вожди, такие как Будда, Магомед, Лютер, Владимир. Исходя из этого, нам и следует попытаться разобраться в понятиях Мессии и в миссиях, выполненных посланцами света. Это необходимо, кроме всего прочего, и для того, чтобы понять периодическое появление лжемессий. Из свидетельств древнего историка Иосифа Флавия мы знаем, что в Израиле в столетия перед разрушением Второго Храма циркулировали упорные слухи о приходе Мессии. Ожидание прихода Мессии, обсуждение дат этого события было предметом споров как между религиозными учителями, так и среди простых людей. На чем же было основано это ожидание именно в тот период? Читаем у пророка Даниила, жившего за 580 лет до новой эры, что явился ему архангел Гавриил и передал, что пленение евреев в Вавилоне действительно окончится после 70 лет, как и предрек пророк Иеремия, живший в 627 году до новой эры, то есть еще до Вавилонского пленения, и что Иерусалим будет восстановлен царем Киром. Цитата. Итак, знай и разумей с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Мессии, Христа, как написано в русском тексте, семь седьмин и шестьдесят две седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, и по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Мессия, Христос в русском переводе Библии, и не будет сноска. Как мы помним из Евангелий, Иисус появился несколько раз перед Своими учениками после смерти опять в физическом облике. Конец сноски. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения. Даниил 9, 25, 27. Подсчет лет, истекших с момента возвращения израильтян из Вавилона и возведения стен Иерусалима, что подчеркнуто в пророчестве Даниила, прямо подводил живших в этот период к тому, что именно в это время должен появиться Мессия. То, что пророчество Иеремии о возвращении в Израиль сбылось с абсолютной точностью, давало все основания верить и пророчеству Даниила, давшего продолжение пророчества Иеремии. Все видели, что персидский царь Кир вернул израильтян из плена в 538 году до новой эры, что отстроен Иерусалим и возведены стены вокруг нового, второго храма, а значит, близок приход Мессии. Кроме того, пророк Аггей еще за 700 лет до новой эры сказал, что слава сего последнего храма будет больше, нежели первого, так как в него должен прийти Мессия. «И придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою», говорит Господь Саваоф. Аггей, 2, 7, 9. Все это вновь и вновь возвращало мысли и разговоры народа к ожидаемому приходу Мессии, ведь прямо было сказано, что Он придет во второй храм. Чего ждали от Мессии? Ждали изгнания врагов и установления твердого царства, земного царства и процветания Израиля. На чем основывалось это ожидание прихода Мессии именно в силе и славе? Вот тут мы и подходим к тому, что в пророчествах Библии явно обрисованы два прихода спасителей к человечеству. цитата «Что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото?» и сказал он мне, «Ты не знаешь, что это?» я отвечал, «Не знаю, господин мой». И сказал он, «Это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли». Захария 4, 12-14. Одного Мессию пророки видели как обычного человека с «болезнями», в кавычках, а второго как «избавителя» и мощь Творца. Следует сразу сказать, что это же мы читаем и в данных Кабалы, и в Евангелиях. Что же мы знаем от пророков по поводу первого прихода Мессии Бен-Йосефа? Возьмем хотя бы Исайю, который рисует очень яркий и точный образ Мессии Бен-Йосефа, выходящего из еврейской среды как «ветвь» в кавычках и призванного для цели просвещения язычников мира. Ведь только Израиль в те времена исповедовал единобожие. Цитата. «Вот отрок мой, которого я держу за руку и избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд, не возопиет и не возвысит голоса своего. Трости надломленной не преломит и льна курящегося не угасит, и на закон его будут уповать острова». Исайя 42.1.4 Цитата. «Я, Господь, призвал тебя в правду и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открылись глаза слепых. Вот предсказанное прежде сбылось и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. «Пойте, Господу, новую песнь, хвалу ему от концов земли, вы, плавающие по морю и все, наполняющие его острова и живущие на них, да возвысит голос пустыня и города ее». Исайя 42.6.11. Цитата. «И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними и кривые пути прямыми». Исайя 42.16. В этих пророчествах ясно выражена мысль о дорвании языческому миру через первого мессию духовного спасения. Теперь в наше время мы уже можем понять, что речь шла о выводе язычников в свет единобожия. Но в древние времена, еще не зная развития будущих исторических событий, люди понимали это предсказание как знак земной силы и славы Мессии. Пророк Исайя, у которого пророчества о личности Мессии часто переплетаются в одних и тех же главах с пророчествами о судьбах народа Израиля, рисует далее судьбу Мессии в следующих словах. Так говорит Господь презираемому всеми поносимому народу рабу властелинов. Цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа, который избрал тебя. Исайя 49,7 Понятно, что евреи тех времен, жаждавшие увидеть Мессию в силе, воспринимали лишь концовку этого пророчества о царях, признающих Мессию, и пропускали с непониманием противоречивость слов о презираемом, поносимом Мессии. С образом Избавителя Израиля это никак не вязалось. Сегодня мы уже знаем из истории, что слабая и поносимая, презираемая, уничижаемая и даже уничтожаемая силой единобожия из Израиля религия рабов победила цветущая и одетая в золото земного могущества и долопоклонства империи Рима и Греции, а затем и других стран. Но трудно было ожидать от евреев того времени, живших под чужим тяжелым игом в страданиях и ждавших, что было вполне естественно, Избавителя, Мессию Царя, чтобы они обратили должное внимание на то, что Исаия рисует образ Мессии Бен-Йосефа совсем в других красках. Цитата. «Нет в нем ни вида, ни величия. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом». Исаия 53, А далее Исаия говорит, что Мессия Бен-Йосеф получает лишь «часть» душ человеческих, а это уж никак не вязалось с образом Мессии князя мира. Цитата. «Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу». Исаия 53, 12. И действительно, мы видим, что Единобожие проявилось в различных религиозных учениях, среди которых и мусульманство, и индуизм. И первичные учителя этих религий могут быть тоже названы великими и сильными, с которыми христианство сегодня «делит добычу» душ людских. Следуя далее по нашей сложной теме, следует сказать, что для людей, не изучавших пророческих текстов Библии и эзотерических предсказаний, с ними связанных, понятие о двух мессиях звучит неожиданно и непонятно. Для того, чтобы относиться к этому вопросу серьезно и осознать его обоснованность, необходимо сослаться на то, что о пришествии двух мессий период после восстановления второго храма, то есть не относящихся к мессианскому приходу Моисея, говорят и апокрифические книги Эноха, и заветы патриархов, и Севиллины книги, и видение Баруха, и апокалипсис Эзры. Например, в заветах патриархов детально расшифровывается, что оба эти мессии будут иметь различные задачи. Первый Мессия бен Йосеф кавычки познавший закон кавычки, а второй Мессия бен Давид кавычки, которого избрал Бог, воцарив его над всем народом кавычки 6-7-12. В тех или иных словах эти две личности и их различные миссии обрисованы четко во всех вышеперечисленных предсказаниях. О двух мессиях прямо говорится и в древних книгах есеев. Они их называли двумя помазанниками, что прямо соответствует пророчеству Захарии, о котором было сказано выше. Причем первый из мессий в их верном эзотерическом понимании не нес избавления Израилю. То же самое мы видим в апокрифической книге Псалмы Соломона, где опровергается царившее в то время мнение, что воцарившийся Маккавей и есть Мессия, и ясно утверждается, что избавителем Израиля будет только Мессия Бен Давид. 17-й Псалом. Давайте теперь, после того, как мы проследили пророчества, касающиеся Мессии Бен Йосефа, посмотрим, что и как сказано в пророчествах и у мудрецов древности о Мессии Бен Давиде. Цитата И произойдет отрасль от корня Иесеева Сноска, то есть Давидова, Иесей Ишай Отец Давида. Примечание автора Конец Сноски. И ветвь произрастет от корня его, и почиит на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине, и же злом уст своих поразит землю, и Духом уст своих убьет нечестивого. Исавия 11.1.4 Цитата И будет в тот день к корню Иесееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. И будет в тот день Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, и поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. Исавия 11.10.13 Тут следует отметить, что русский перевод библейского текста не соответствует ивритскому слову, переведенному как язычники. В подлиннике на иврите стоит слово «гоим», что правильно переводится как «народы мира», а это значение совершенно меняет смысл пророческого текста. Не язычники устремлены сегодня к Израилю, а именно народы мира. Из этого пророчества ясно видно, что приход Мессии Бен Давида связывается с возвращением евреев в землю обета, с массовым исходом из всех стран мира. Цитата «В тот день я восстановлю скиню Давидову, и разрушенное восстановлю, и возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и во дворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей». Амос 9, 11, 15. Из этого ясно, почему наши мудрецы, в частности, великий Рамбам, связывали приход Мессии с временами, когда потекут в Израиль евреи со всего мира. Это возвращение они считали одним из основных признаков мессианских времен. Но еще связано это явление Мессии Бен-Давида и с единением евреев с народами всего мира, единением на базе веры. Цитата «И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа». Так говорит Господь Саваоф, «Будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить, «Мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Захария 8, 22, 23. Следуя далее по пророческим текстам, мы видим, что Мессия Бен-Давид, отпрыск из рода Иесеева, рисуется прозорливцем только в силе и славе. Цитата «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Исайя 9-6-7 Цитата «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень пред ним». Захария 12-8 Тут, как мы видим, четко нарисована картина утверждения власти Избавителя и нет ни слова о его жертве, об унижениях его, о его смерти мученческой, так как этот второй приход знаменуется силой и славой как для Израиля, так и для всего человечества. Цитата «Я спасу овец моих и поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида, и я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них». Иезекииль 34-22-24 Цитата «И прибегнут к Господу многие народы в тот день и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, Израиля, примечание автора, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе». Захария 2-11 Очень интересно можно проследить из текстов Вавилонского Талмуда Сука 52 Алиф «Полное понимание и осознание нашими древними мудрецами различия в становлении судеб Мессии бен Йосефа и Мессии бен Давида». Цитата «Сказал Пресвятой Господь Мессии сыну Давидову «Попроси у меня что-нибудь и я дам тебе». Как сказано «Возвещу закон» «Ты сын мой, я ныне породил тебя, проси у меня и дам народы в наследие тебе». Псалом 2-7-8 Так как видел Мессия бен Давид, что Мессия бен Йосеф убит, то ответил «Владыка мира, я не прошу у тебя ничего, кроме жизни». Сказал ему Господь «Жизни, еще прежде, чем ты произнес это, пророчествовал о тебе Давид, твой предок, как сказано, просил у тебя жизни, ты дал ему». Псалмы 25 Интересен в связи с этим и один из записанных в Вавилонском Талмуде споров о пророчестве Захарии о Мессии бен Йосефе по тексту «Возряд на него кого пронзили» и прямое заявление Равина Доса «Это Мессия бен Йосеф был убит». Иерусалимский Талмуд Сука 52 Итак, еще за 600-700 лет до новой эры разбор истинными нудрецами пророческих текстов Библии приводил их к изумительным поясности эзотерическим выводам о грядущих Мессии бен Йосефе и Мессии бен Давиде. Можем ли мы считать, что живем в мессианские времена? Думаю, что спешить с выводами не следует. Мы, безусловно, видим начало эпохи возвращения евреев в Израиль после периода двухтысячелетнего изгнания предреченного пророками. Мы современники становления нового Израиля. Но ведь это явно только начало совершения предреченного. Большинство евреев еще живут вне Израиля. И север в кавычках еще не получил приказа «Отдай, не задерживай сыновей и дочерей моих». А такой приказ предсказан в пророчествах и в пророчествах мы находим очень интересные фразы вроде «Эй, эй, бегите из северной страны», говорит Господь. Захария 2, 6. Отношение евреев с нееврейским миром, принявшим единобожие через христианство еще далеки от совершенства, хотя мы видим сдвиги к сближению. Католическая церковь официально отказалась от обвинения евреев в убийстве Иисуса. Тенденции открытого сионизма проявляются в протестантстве. Христиане селятся в Израиле в ожидании мессианских времен. Но все это «первые знаки» в кавычках. Так как мы далеки еще и от того, чтобы видеть Израиль основным местом поселения евреев. Из 14 миллионов евреев мира приехало лишь 3 миллиона. Сноска 1985 год Конец сноски Мы далеки еще от массового понимания христианами целей и задач иудаизма и еврейства, от принятия ими концепции единения ветви в кавычках с основной лозой в кавычках, пользуясь языком Евангелий. Безусловно, нельзя недооценивать попыток христиан всего мира помочь евреям в их устремлении к Израилю. И на Западе, и даже в СССР есть много таких случаев. Вместо традиционного миссионерства, попыток перевести евреев христианства, христиане-сионисты едут в еврейские общины различных стран мира и рассказывают там о государстве Израиля, где живут сами, и объясняют евреям, что их место дома в Израиле, что только в Израиле еврей обретает самого себя, и что недаром на иврите переезд в Израиль выражен объемным словом, имеющим глубочайшее эзотерическое значение «Алия» восхождение подъем. А эпизоды, ставшие нам известными из СССР, звучат и трогательно, и героически. Рискуя арестом, христиане различных толков входят в контакты с полностью ассимилированными евреями, дают им запрещенную в СССР литературу об Израиле и сионизме объясняют им, почему им лучше ехать домой в Израиль, заказывают для них по нелегальным каналам вызовы из Израиля, собирают между собой деньги для обеспечения выезда. Но при всем этом нельзя недооценивать и существующие между евреями и неевреями трения, антагонизм и недоверие, нельзя сбрасывать со счета и антисемитизм. Очевидно, стоит подумать и над тем, что развитие духа в Израиле с древних времен проявляется как тенденция к неразрывности духа и материи, сотворенной свыше и потому «достойной природы божественной» кавычки. А в христианстве изначально было устремление только в духовность, цельбат, монастыри, умерщвление плоти и тому подобное. И это наряду с положительными явлениями проявилось отрицательно, как отрыв материи от духа и лишило христианства реальной базы для естественного развития, оторвало эту религиозную систему от тех, кому недоступны высоты чисто духовной жизни, кто погружен в жизнь чисто практическую. В христианстве лишь «молитвенники» в кавычках, священники или монахи замаливают грехи общества, а в иудаизме праведники цадиким живут в среде общества, заняты обычным трудом, имеют семью, часто даже скрывают свою святость и одухотворенность и никогда не выставляют ее на показ, проявляя во всей своей жизни стремление к одухотворению материи, что и является, как мы знаем, основной целью творения. Но лишь оценивая эзотерический роль и отношение современного христианства к евреям можно сделать некоторые выводы. Например, о том, что неевреи, сами того не осознавая до конца, часто подталкивают евреев к осознанию ими своего еврейства и ждут от евреев нового духовного подъема. Эзотерически это объясняется тем, что без возвращения евреев в Израиль и без подъема евреев на новую духовную высоту священничества в кавычках. Неевреи не могут в целом подняться духовно на свою следующую ступень, так как это связано с законами духовной эволюции человечества. Ведь Мессия Бен Давид должен проявиться, воплотиться именно в еврейской среде и от духовного состояния евреев зависит, когда он появится на земле и начнется новая эпоха развития всех людей в мире. Эта связь еврейства и человечества в большинстве случаев не осознается в человеческом обществе, но тем не менее эта эзотерическая зависимость влияет на взаимоотношения между людьми. Даже антисемитизм при всей его негативности полезен для обращения евреев в «еврейство» в кавычках, а антисемиты, сами не сознавая этого, выражают опять-таки негативно свое неудовлетворение евреями, занимающими в мире столь недуховную позицию, устремленными к «жирным котлам» в кавычках диаспоры и не проявляющими устремления к духовности, чего осознанно или неосознанно ждет от них человечество. Ведь именно духовное отставание евреев является препятствием к духовной эволюции всех групп человечества. Кроме того, большинство людей не учитывает, ожидая мессию, что человечество развивается через определенные эпохи материального и духовного становления и идет через эти стадии, проходя в каждой коренной расе через семь последовательно приходящих подрас. В нашей коренной арийской расе, перенесенной из Атлантиды просимитами, уже проявились пять подрас. Грядет шестая подраса, но ее становление еще только началось. Возможно, что именно шестая подраса встретит мессию Бен-Давида. Более подробно о периодах развития человечества говорилось в других лекциях, и вы читали об этом в космогонической концепции Генделя, а поэтому я лишь упоминаю этот фактор, уже известный вам. Упоминаю для осмысливания в связи с нашей сегодняшней темой. Есть еще два альтернативных фактора, с которыми связывается в пророчествах приход мессии Бен-Давида, или проявление в среде человечества чистоты Духа, или наступление откровенного сатанинского зла, которое приход Избавителя уничтожит, ибо, как всем нам ясно, присутствие света не может быть тьмы. Исходя из второй альтернативы, действовали некоторые мессианские секты и лжемессии. Например, Сабтай Цви 1625-1676 и его последователи считали, что выведение зла для открытого проявления приближает пришествие мессии. Их целью не было зло, а приближение пришествия мессии любым путем. Оценивая это учение в кавычках, можно только подивиться подобным заблуждением, нашедшим последователей и проявившихся в устойчивых взглядах на протяжении столетий. Воистину из этого видно, как целеустремленно жаждало еврейство прихода Избавителя и как старалось подтолкнуть и ускорить события даже через отрицательные явления. В связи с этим стоит вспомнить и отношение к Иисусу бен-Йосефу его учеников апостолов, ведь они считали, что Иисус это Избавитель грядущий в силе, и потому пытались получить от него обещание восседать при его царствовании по правую руку и по левую руку от него. Весьма возможно, что и так называемое предательство Иуды тоже было вызвано непониманием роли и целей Иисуса, ведь Иуда был одним из наиболее доверенных учеников Иисуса, заведовал общей кассой и раздачей милосты небедным. Он тоже жаждал видеть воцарение Иисуса, и не исключено, что, предавая его стража, он хотел ускорить события, так как поставленный в безвыходное положение Иисус вынужден будет, как считал Иуда, проявить себя в силе и могуществе славы помазанника Творца. Как страшно было разочарование Иуды, когда он увидел арест, суд и казнь учителя, не сумевшего в кавычках защитить себя, не создавшего царства света. Отсюда и самоубийство, жест отчаяния Иуды. Но развитие событий в истории человечества идет не так быстро, как хотелось бы нетерпеливым, оценивающим эти события, исходя из масштаба одной человеческой жизни, без учета фактора реинкарнации. Еще Толмут осуждал вычислителей сроков, в кавычках, назначавших даты прихода Мессии. А когда при восстании Бар-Кохбы после разрушения второго храма раби Акива говорил о Бар-Кохбе как о Мессии Бен-Давиде, праби Иоханан Бен-Торта резко сказал ему «Акива, раньше твои челюсти обрастут травой, чем придет Мессия Бен-Давид». Конец цитаты. Следует рассмотреть еще один вопрос, связанный с приходом Мессии Избавителя, Мессии Правителя. В чем цель его прихода к людям, суть его Мессии? Если первый Мессия дал учение Единобожия всему человечеству, то что несет Мессия Бен-Давид? Прежде всего, как мне кажется, следует вспомнить, что духовная эволюция человечества настолько затруднена нашим неверным использованием свободной воли, злобностью, самостью, желанием только получать, но не отдавать, что в какие-то критические периоды нам нужна помощь свыше. Если усилия Белого Братства и молитвы праведников не очищают должным образом духовной атмосферы, то приходит некто Великий из большой буквы со своей конкретной миссией. Как требовался Авраам для подъема Духа Человеческого в мир абсолютной веры в Единого, как необходим был Моисей для организации единого порыва народа еврейского к прекращению рабского состояния и возвращению в Израиль, когда настал срок, предреченный ранее, также необходим человечеству импульс Духа для перехода на новую ступень развития в конце определенного периода с разделением человечества на идущих вперед и безнадежно отставших. Ведь недаром и в Талмуде, и в Кабале, и в пророчествах мы неоднократно встречаем кажущееся поначалу странным и противоречивым утверждение о том, что Мессия Бен Давид придет, как я уже сказал ранее, или к духовно очищенному человечеству для утверждения этого статуса или в период наибольшего падения морали, нравов и духа людей. Цитата. «Сын Давидов явится только в поколении, где все достойны или все виновны», прямо заявляет Раби и Йоханан. Санедрин 38 Алиф Правда, он подразумевал тут и то, что «виновны» означает ощущение вины у тех, кто уже понял, что идет неверным путем, а значит, готовых к раскаянию. Самые страшные личности это те, кто делает зло и не ощущает своей вины. Тот же Раби Йоханан сказал, «Если ты видишь поколение, которое все более мельчает, жди его». И пророки и мудрецы Израиля не раз отмечали, что они говорят о мессианских временах, но не о том, что ждет человечество, последующий за этим период. Цитата «Все пророки, говорившие об избавлении, прорицали только дни Мессии, но что касается будущего мира, никакой глаз не видел другого Бога, кроме тебя», напоминает нам Раби Хия Бар Абба слова Исаии 64.4. Правда, есть некоторые общие намеки о воцарении правды и мира, сопровождающемся перековкой мечей на плуги, о ребенке, безбоязненно играющем у гнезда змеи, об овцах, пасущихся рядом с хищниками, которые питаются растительной пищей. Но это все не конкретное описание ситуации. Давайте в связи с этим проанализируем некоторые пророческие слова Иисуса, сказанные им в Нагорной проповеди и изложенные в Евангелии от Матфея в главах 4, 5 и 6. В этих десяти блаженствах в кавычках скрыты очень глубокие намеки на то, что должно ожидать человечество при окончании некоего периода его развития и переходе в новое состояние. Иисус отнюдь не обещает, что все люди получат одинаковые условия дальнейшего развития, одинаковые награды, блаженства в кавычках. Например, те, кто жаждет правды, получат ее, а плачущие утешатся. Кроткие лишь кавычки наследуют землю кавычки, а милостивые лишь будут помилованы. Миротворцы кавычки будут наречены сынами Божиими кавычки. Далее еще более высокие степени. чистые сердцем кавычки узрят Бога кавычки, и лишь нищие духом и изгнанные за правду войдут в Царство Небесное. Значит, жаждущие правды, люди, возможно, не верующие в Бога и отнюдь не миротворцы или милосердные, попадают в условия, где царствует закон справедливости. От этого достигнутого ими духовного уровня им предстоит возвыситься до познания еще более высоких духовных ценностей. Плачущие в кавычках, обиженные злосердечными, будут утешены, так как это восстановит баланс духовного равновесия в тонком мире, но их отнюдь не ждет награда из мира Духа, так как возможно, что они кармически и сами были виноваты в своих страданиях. Кроткие в кавычках есть и такой тип людей в человечестве, унаследуют нашу землю для того, чтобы законы кротости воцарились на ней. Отсюда и пророчество о перековке оружия об овце и льве пасущихся рядом. Но это вовсе не означает, что кроткие получают некие духовные блаженства. Они поведут новое человечество на другие, более высокие стадии развития. Очевидно, среди них миротворцы в кавычках. Ведь есть и такие люди, вносящие мир и успокоение в любую среду, прозвучат как сыны Божии в кавычках, как несущие к людям понимания основ жизни в покое и умиротворении, исходящем от Бога. Но «чистое сердцем» и опять-таки возможно не верящие в Бога получат то, чего им не хватает для осознания базы «чистого сердца» «веру в Бога». «узрят Бога» и лишь изгнанные за правду Божью и нищие духом войдут в Царство Небесное. Почему лишь они поднимаются на столь высокую ступень нового развития? Потому что страдания за правду веры очистили их, доказали их душевную стойкость так необходимую на высотах духа, а нищие духом это ведь не убогие в духе. Нет, это те, кто устремлен в поиск духа и как нищий милостыню просит сошествия на него духа Божьего, жаждет его как нищий хлеба и не принимает ложный хлеб обманчивых учений или политических устремлений. Эти ищущие духа имеют смелость признаться себе в том, что их не удовлетворяют существующие каноны предписания и узаконения, идущие от людей, а не от духа, что они «нищие» в кавычках. Поэтому именно их ждет высокий взлет в царство духа. Незабытых пророчествах и безнадежно отставшие в кавычках человеческие души. Их ждет геенно огненное в кавычках, что мы очевидно должны понимать, как пролитие некой разрушающей духовной энергии, уничтожающей их сущность и посылающей их в так называемую космическую переработку, и затем на низшую стадию начало развития от состояния первичной монады в неорганической материи будущего витка, идущего за нами и ненаследующего нашего прогресса в мире духа. Цитата. «Будут извержены во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Матфей 8, 12. Эта судьба касается очевидно и тех евреев, о которых в Библии сказано, что они будут «исключены из народа». Из сказанного понятно, что задача подобного суда и разделения человечества на группы, достигших определенного духовного уровня и безнадежно отставших под силу только Мессии Бен Давиду, ведающему все без вопросов. «Думаю, что основная цель прихода Мессии это вернуть человечество к райскому в кавычках состоянию познания Творца лицом к лицу кавычки, когда для нас станет естественной радость отдавать в любви. Это будет величайшим взлетом материи в высоты Духа, возвращением к первоисточнику, причем это будет возвращение с приумножением дара Творца. Получив свободную волю, мы научились в материи величию акта отдачи, превалирующего над получением. Путь этот кажется долгим, а в моменты депрессии цель кажется недостижимой. Но нам дано много инструментов в кавычках для работы в любви, и среди них главные устремления и концентрация на всем чистом и на красоте и любви, наполняющих мир творения. Учас отдавать мы приобретаем. Думаю, что не должно быть самоцелью ожидания Мессии Бен-Давида, ибо на этом не раз надрывало с человечества, назначавшее все новые сроки. Пророк Авакун говорил, и не обманет, и хотя бы и замедлил, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Два, три. А великий мудрец Раши, комментируя слова этого пророчества, говорит, ибо нет конечного срока для Мессии, а только кавычки, если замедлит, жди его, кавычки, ибо для него не существует ограничения во времени. Конец цитаты. Нам же следует упорно готовить себя к этому великому периоду прихода Мессии Бен-Давида и обновлению путей человечества, ибо он, кавычки, не запоздает, кавычки. К работе в материи и в духе зовет нас Библия, и ежегодно в день Нового Года Рошашана. Напоминанием об этом трубит шофар. Пробудитесь!